Церемонию награждения лауреатов творческого конкурса Натальи Бондаревой «Мы – наследники Великой Победы» было решено проводить в художественной галерее «Сосны». В выставочном зале были вывешены лучшие работы конкурса. Примечательно, что дети представили не просто рисунки на военную тему, а эскиз поздравительной открытки ко Дню Победы. Все работы уникальны, удивительны. Каждый ребенок, он, я не знаю, он просто гений, он такие шедевры нарисовал. То есть было очень сложно жюри выбрать лучшее, но задача была конкретная, именно эскиз поздравительной открытки. Не просто лучший рисунок, а именно эскиз, который художники, конечно же, дорабатывали. И потом, я надеюсь, мы уже сделаем красивую открытку, которая пойдет уже у нас по городу, по району гулять и поздравлять с любовью наших замечательных ветеранов. Дай Бог на здоровье, конечно. В рамках проекта «Мы, наследники Великой Победы» прошли интерактивные уроки мужества в школах города. Ребята увидели целые театральные постановки, узнали новые исторические факты о контрнаступлении под Москвой и учились рисовать открытки. Рисовали очень от души, и мы хотели, чтобы никогда больше не было войны. Мне помогала моя мама. Мы нарисовали с ней кирпичную стену, написали на ней «Никто не забыт, ничто не забыто». Я хочу сказать спасибо организаторам этого проекта, кто создал этот проект. Более 400 работ было прислано на конкурс. Компетентная жюри оценивала каждую. Было непросто. Некоторые работы поражали своей глубиной. Во-первых, я хочу лично поблагодарить Наталью Бондареву за… и не только вот именно за это мероприятие, которое проходит сегодня. Потому что ранее это были… это были также такие театральные представления в наших школах и рассказ о войне, о победе под Москвой. Более конкретно, более узко и для понимания детей достаточно ясно. И это продолжение, вот тема сейчас рисунков. И вы знаете, мы победили, мне кажется, сейчас все. Перед началом церемонии награждения ребята прошли несколько интерактивных площадок, в том числе и выставочный зал, где увидели свои работы. По итогам конкурса гран-при было присуждено ученику первого Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии Прохору Касьянову. По его эскизу будет создана поздравительная открытка к 9 маю и уже в следующем году. Она будет вручена каждому ветерану в день празднования Великой Победы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.